сегодня нашей студии поистине настоящий бриллиант и на самом деле наверное не хватит никаких эпитетов чтобы передать свое восхищение перед этим огромным талантом у нас в студии данеля тылешева данный очень приятно приветствовать действительно такая встреча тем более после после этого видео яркого взрывного выступления на america is a good talent мы действительно все как мы почитатели уверена в таком огромном ожидании чтобы узнать как можно больше ярких интересных подробностей о выступлении и для начала давайте еще раз посмотрим видео которое было которым в котором мы видели не так давно и восхищали а а а честно говоря, тоже до мурашек на самом деле пробирает. Сколько раз ты пересматривала сама это видео? Я вообще сначала когда увидела, когда мы смотрели все в прямом эфире, мы встали в 6 утра и смотрели все прям, ну, вообще не все, когда я выступила, мы уже сдвигались спать, вот, но сначала мне, ну, типа, не очень понравилось, потому что я еще к тому же волновалась, когда смотрела это выступление, а потом я начала смотреть просто для того, чтобы читать комментарии, вот, и посмотрела, наверное, кучу раз, потому что читала комментарии, именно не из-за себя, а из-за комментариев. Вообще сама идея об участии в America's Got Talent, она как возникла? Вы самостоятельно подавали заявку или организаторы сами нашли? Нас пригласили участвовать в этом проекте, и я всегда мечтала поучаствовать и увидеть, как там все работает, потому что на самом деле, когда смотришь выступление с этого шоу, ты вообще не представляешь, что когда-то ты окажешься на этой сцене и будешь выступать перед такими жюри. А как вот случилось? Они позвонили, написали? Ну, они нам написали и предложили участие в этом конкурсе, и мы сразу же согласились. Без сомнений каких-либо. Ну, мы, конечно, обдумали это решение, но я сразу хотела, сразу сказала да, потому что реально это была моя мечта. А песня, которую ты выбрала, Фаузия, исполнительница, оказалась, кстати, знакома не очень многим, судя также по комментариям, которые оставляли зрители под твоим видео, как ты нашла эту песню и почему именно она? На самом деле, это очень талантливая исполнительница, и я очень рада, что познакомилась с ее творчеством. Мы, когда искали песни, мы искали кучу песен для конкурса, вот, и сначала мы познакомились с другой ее композицией, а потом я просто смотрела каждое ее выступление, потому что у нее просто нереальный голос, она очень классная, и наткнулась на это видео, на эту песню, и сначала посмотрела ее кавер, типа, на ее песню, а потом уже полную версию и сразу же влюбилась в эту песню, предложила эту песню Наташе, и мы начали ее учить. Ты нервничала перед выходом на сцену, в чем сразу, призналась, да, и жюри, но, на самом деле, это удивительно, потому что ты уже знакома тоже с американской сценой и аудиторией. Что вот с тобой, что тебя захватило? Ты оцепенела, это был страх перед жюри, тем более там сидит сам Саймон Коул. Что случилось в тот момент? На самом деле, это не был страх, просто, как бы, это очень большое, такое грандиозное шоу, и, ну, мне кажется, каждый хочет на него попасть, потому что, ну, оно, правда, очень такое большое, вот. Но страх не был, у меня какое-то было переживание по поводу того, как я спою, потому что я вот, получается, прилетела, вечером у нас была репетиция, я прям вечером где-то прилетела, сразу пошла на репетицию, и потом на следующий день сразу пела, поэтому я немного переживала по поводу состояния моего голоса, как я спою, вот, и, конечно же, переживала перед тем, как увижу жюри, потому что я, правда, очень сильно боялась Саймона, потому что во всех выступлениях он, ну, как бы, строго всех оценивал, да. Поэтому вот из-за этого, наверное, присутствовало какое-то переживание, но на самом деле я была очень рада, поэтому даже, в принципе, сильно не боялась. Ну, на самом деле, Саймон был в восторге, он, наверное, самый первый, кто встал в зрительском зале. Ну, сначала он такой, ну, как бы, оценивающим взглядом так смотрел, я немного испугалась, но потом, когда уже зрители начали меня поддерживать, весь страх ушел сразу, и все стало красиво. А что ты прошептала перед тем, как начала петь, потому что на голосе Украины дети ты прошептала, насколько помню, боженька, помоги мне, да? Ну, то же самое, а я прошептала, потому что это мне, правда, помогает настроиться, вот, поэтому, да. То есть ты прошептала то же самое? Да. А у нас есть реакция, обзор реакции на твое выступление? А начнем мы с того, что мы сегодня будем смотреть Данелия Тулешова. Мне интересно, как она выступила, мне очень интересно. It's okay. Она пополняется. Девочка-то красивая. Oh, good, she's cute. She is nervous, she can tell. Let's start with your name, please. My name is Данелия. I'm where you from? Данелия. Ну да, вот этот вот судья, он достаточно такой строгий, и мне кажется, не стоит его бояться, но думаю, все будет прекрасно. Кстати, я очень удивлена, что у нее реально очень хороший английский. Мне нравится, что она просто выглядит, типа, у нее look ее классный, потому что они делают какую-то девочку маленькую из нее. Да, что она не знает, что у нее есть. Да, голос у него классный Смотри, Зайбер Очень круто, очень круто Как ты это делаешь? Это реакция блогеров, реакция тех зрителей, которые тебя посмотрели, ты читал комментарии Ну, что ты им скажешь, что ответишь своим почитателям? Я безумно всем благодарна, потому что это огромная поддержка Я правда, есть люди, которые со мной еще прям с начала, с начала всей моей карьеры Я этим людям очень благодарна, потому что они всегда меня поддерживают Они чуть ли не самые первые находят какие-то реакции, выступления И практически все мы узнаем именно от них Поэтому я безумно всем благодарна и очень всех люблю А вот после этого видео по возвращению в Казахстан стали больше узнавать? Я помню, раньше ты говорила, что фотографируются в основном взрослые На самом деле, именно фотографируются, раньше фотографировались подростки, девочки И взрослые, наверное, не подходят Но сейчас я не выхожу на улицу, поэтому я не могу сказать, какая разница Но дома, да, узнают меня Что мама тебе сказала вот сразу после выступления в тот момент? На самом деле, меня поддерживала не только мама Там была еще Наташа Она всегда со мной, с ней всегда спокойнее Как-то, знаете, она может даже ничего не говорить Но просто всегда, когда она рядом, у меня какое-то спокойствие И также была Нора И мы были безумно рады Она нам помогала на интервью после The World's Best И мы были безумно и благодарны, когда она предложила нам поддержать нас в этот день Потому что она, правда, нас очень поддерживала И мы с ней были все это время И, конечно же, мама Но мама, наверное, ничего не говорила, она была в шоке Потому что, ну, такой адреналин Она, наверное, даже больше, чем я переживала Но первое, когда я пришла, это я всегда спрашиваю Я нормально спела? Я точно нормально спела? Нет, я точно нормально спела? А она ничего не говорила, потому что была в шоке Я пришла сразу к Наташе и к Норе Ну, вообще, мама всегда с тобой То есть на всех крупных конкурсах, в которых ты участвовала Да, она всегда всегда с тобой И «Голос», и «Новая волна», и «Вровидение» Она всегда тебя поддерживает абсолютно во всем? Или бывают какие-то противоречия? Ну, как сказать Она всегда поддерживает в том, что мне будет плюс А то, что, например, какие-то плохие вещи она, конечно, не поддерживает Вот Но для меня она как подруга Потому что мы постоянно вместе 24 на 7, можно сказать Вот И поэтому она знает все-все про меня То есть у вас очень близкие отношения Да, очень близкие отношения Секреты девичьи тоже делитесь Да, все секреты она мои знает Вот И Да Ну, вот сейчас ты девочка-подросток Тебе 13 Почти 14 через месяц уже лет Да, они скажут не росты Нет, 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 нет Да, 18 июля Да, 18 июля Но по классике, на самом деле, сейчас у тебя очень такой трудный возраст Да, по психологии, да, как говорится Как ты его переживаешь На самом деле, у меня есть братик и сестренка И мне кажется, они У них даже больше подросткового возраста, чем у меня Вот Но мама считает, что я очень трудный ребенок Но на самом деле это не так О чем вы спорите? Вот самый такой сложный период? Сложный момент или самая сложная тема для спорок Это какая была у вас? Ну, о свободном времени, наверное Как я должна его проводить Вот И, наверное, о мальчиках Вот Вот так вот мы спорим Вот Ну, я думаю, о мальчиках мы еще тоже поговорим сегодня Нет, все ничего говорить А пока Давай еще так же продолжим разговор о маме Потому что, на самом деле, она тоже восхищает И мы все видим ее труд И песня, которую ты посвятила маме Расскажи о ней Это Твоя благодарность? Это была твоя идея ее исполнить? На самом деле, эта песня была вообще сначала Изначально, когда нам ее предложили спеть Не про маму А потом Ну, как бы У нее такая мелодия Что Именно тема про маму идеально туда подходила И поэтому мы в этой песне решили развить именно эту тему И на самом деле Эта песня многим понравилась Наверное, из-за того, что Когда я ее пела Я пела ее реальность с душой Потому что она была именно про маму Вот И на самом деле я ее очень благодарна И потому что, если бы ее не было в моей жизни Ну, во-первых, я бы не родилась Во-вторых, ничего бы не было, что сейчас происходит Потому что она всегда Меня даже иногда заставляет Что это делать во благо моей карьеры Моего будущего И я безумно ей благодарна Потому что она именно тот человек, который всегда будет со мной И я всегда могу надеяться на ее поддержку У нас есть отрывок из этой песни Давай тоже еще послушаем Субтитры создавал DimaTorzok Кто еще в этом клипе снимается? В этом клипе снималась вся наша родня, все мамы Вот с ней когда стояла Это была женщина Это была мама моей мамы Твоя бабушка? Да, бабушка Моя бабушка Ну, просто по какой стороне Вот И там снималась Ну, как бы все девушки Женщины из нашей семьи Вот Мамы, мамы, мамы наши Вот И Некоторые из них Ну, на последнем кадре, который сейчас показывали Мы все очень были уже злые Потому что там было так холодно Вы не представляете Это было лето Но все равно было очень холодно Вот И Но я все благодарна за то, что приняли участие в этом клипе Потому что благодаря ним Клип получился реально очень душевный Это тоже была твоя идея Пригласить всех Женщин ваших Я даже не помню, как создавалась идея Но, по-моему, это была наша идея с мамой и с Наташей Вот У Наташи, по-моему, даже появилась эта идея снять такой клип Вот И Ну, Наташа всегда у нас как бы Идейный вдохновитель Идейный вдохновитель Да, она все делает Что вот сейчас у меня из каверов Все-все-все Она принимает Вот ты так часто говоришь И о маме, о своей большой семье Признаешься в любви Насколько вообще ты эмоциональна? Или больше все-таки сдержана чаще всего за кадром, может быть? Я не знаю, какая я Ну, я иногда слишком эмоциональна иногда Но, скорее всего, чаще всего Я сдержанная Но Когда что-то Ну, слишком классное Или слишком ужасное Я очень эмоциональна Ну, так чаще всего Я Пытаюсь вести себя сдержанно Вот Ну, как пытаюсь Ну, просто я сдержанная Вот Ну, а ты такая Юная, хрупкая девочка У тебя такой мощный голос внутри И Откуда это? Это может быть наследственно Кто-то в семье еще поет Или это вот так случилось И это действительно Такой Дар большой У меня Прабабушки пели Но Так Я, если честно, не знаю Откуда Но, наверное, все-таки от прабабушек Потому что У них был просто ангельский голос И поэтому, наверное, через поколение Он достался мне А правда, что папа заметил Твои первые способности вокальные? Ну, вот Когда я была маленькая Где-то семь лет Все отдавали своих детей Как бы в прыжки Всякие разные Вот И я тоже была таким ребенком Я ходила на актерское мастерство На танцы На вокал Вот Вокал был в группе И потом В общем-то На одном из Когда приезжал директор школы Она меня заметила Она попросила спеть Улыбайся Айовы Я спела эту песню И меня отправили сразу На прослушивание Но В принципе Кто меня отдал на эти кружки Это мама и папа Вот Ты с каждым годом Растешь и раскрываешься Твой голос Так же Очень заметно По всем твоем виде Как он Насколько он становится более глубокий Спасибо, Женя Очень приятно И сейчас в виде твоего выступления На самом деле Я думаю Что позавидуют Очень многие взрослые Твоей харизме Твоей уверенности Умение держаться на сцене И И Ты Тем не менее Все равно Всегда подчеркиваешь Даже сейчас Говоря о выступлении Таланты Что не бывает же Довольно Своими выступлениями И Вот откуда Такая самократичность На самом деле Я всегда Горжусь собой Если я Где-то выступлю Мне По-любому Может нравиться Это потому что Мне нравится мой голос Без этого Никак Но Все равно В каких-то выступлениях Во всех практически Есть какие-то недочеты Над которыми я стараюсь работать И Конечно же Я не буду себя хвалить И говорить Вау Я офигенно спела Вот И конечно в каждом выступлении Есть недочеты На которые Нужно работать Не было ли у тебя Такого ощущения Что твое детство Проходит мимо тебя То есть что многие девочки Во дворе Еще вот Чуть раньше играли Собирались Играли в куклы сейчас Просто собираются И какие-то у них Свои девичьи занятия А тебе нужно На занятия С педагогом На сальфеджи Учить ноты Делать школьные уроки Тем более я знаю Что твоя семья достаточно строга В этом отношении В плане учебы И что для них Приоритет сначала Школа потом все остальное На самом деле Для моей семьи Не прямо Не прям строги в том Чтобы в моих оценках В школе Я сама наверное Пытаюсь всегда Учиться на отлично Потому что Это меня как-то мотивирует Вот Но Ну никогда не было Такого ощущения Потому что у меня Есть свободное время Как у всех детей Сейчас все дети В принципе заняты чем-то У них какие-то хобби И я такая же как они У меня есть время погулять Есть время там Отдохнуть Посидеть Вот поэтому В принципе в этом проблем Никаких нет В плане учебы Я сама всегда Пытаюсь на отлично Учить И этот год Я тоже закончила на отлично Уже 7 лет Вот вперед До 11 А бывает Что тебе делают по блажке Например Вот ездила в штаты Допустим на какой-то период Ты отсутствуешь Все очень понимающие К этому относятся Бывает На самом деле В школе У нас довольно строгая школа И учителя наоборот Иногда говорят Вот ну Приоритеты расставлены Все такое И мне приходится Ну я Я писала очень много Этих Наполнительных работ Поэтому Поблажек никаких не делают Я как и все Ученики Ученики И пытаюсь наоборот Не пропускать Чтобы они Ничего не подумали Что у меня учеба На второй план шла Поэтому я всегда Стараюсь все Делать А твоя учеба Ты говорила В американской школе Она продолжается Сейчас Я уже давно Туда не хожу Я пытаюсь учить Я пытаюсь учить Я начинаю смотреть Какие-то сериалы Популярные Вот И даже в тиктоке Иногда можно есть Посмотреть видео Я подписалась на один аккаунт Который Правда очень помогает Какие-то простые фразы Поэтому я могу И сама Ученики В этом году Из-за пандемии Учеба у нас Прошла Четвертая четверть Прошла В онлайн режиме И вот как твой опыт Здесь сложился На самом деле Мне очень понравилось Я прям вошла Во вкус Я правда На дистанционном обучении Намного больше усвоила Потому что Как будто бы уроки Индивидуально проходят Знаете Никто не мешает Никто не кричит Потому что всем звук отключают Вот Просто идеально Мне кажется Я бы перешла На такое дистанционное обучение И времени Стало намного больше Вот если бы Не было никакого карантина И тогда бы я Могла бы После учебы сразу же Заниматься Идти на вокал Но Очень много домашки Было Прямо очень много Мы практически весь вечер Делали домашку Потому что Объем Объем большой Учителя наверное думали Что мы Типа расслабились А наоборот Этих домашек Как всякого материала Намного больше стало А как одноклассники Относятся к твоему успеху Вот Случалось ли тебе Сталкиваться с какой-то Завистью Подлостью Может быть В начальных классах Девочки немного Завидовали Но Мы все такие были маленькие Поэтому А сейчас проблем В принципе нету Все уже Взрослели Никто никому не завидуют Все вот Свои дела Других мы не трогаем Вот поэтому Сейчас Конечно Намного проще После выступления Что тебе написали А меня поздравили Все в чате Мне было Безумно приятно Потому что Даже учительница Так Как бы приветливую Меня поздравила Мне было очень приятно Вот А зависть Матоклассников нету Потому что Мы с ними все хорошо Общаемся Вот Без каких-то Преград И все прекрасно Твой новый творческий псевдоним Данель Да сейчас И то есть Под которым ты по крайней мере Уже выпустил несколько песен И видео И это заявка На твой собственный бренд На твой собственный альбом Да Что это Это Есть Тулешева Данеля Да Есть Данель Данель Под этим как бы Псевдонимом Я выпускаю Рэп Хип-хоп Треки Ну наверное Видели Вот И я их записывала совместно с Тимирланом Иернаром Они просто нереально талантливые Такие модные ребята И я безумно благодарна им за то что Помогли мне как-то освоиться в этой сфере Вот И мне правда очень понравилось записывать треки в таком стиле А вот А ты лишь в Данелье Это вот я Ну они на самом деле очень интересные у тебя клипы Яркие Интересные Давай посмотрим тоже отрывок Спасибо Давайте Спасибо 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 Такой стиль твой чувствуется Спасибо Ты кстати сама работаешь над своим внешним видом для своих видео Ну для видео для клипов для например для интервью это все этим мама занимается потому что она в стиле очень много понимает она очень стильная на самом деле а я ну типа для повседневного выбираю себе одежду и ну как хочу так одеваюсь для повседневной жизни Ну и наконец я думаю эта тема всем будет интересна вернемся к нашим мальчикам и отношениям Если мы возможно так посекретничать с тобой по девичьей Есть ли у тебя молодой человек который сердце твое тревожит Нет Мне всего лишь 13 лет Я этот вопрос ставила прямо на потом на потом Сейчас мне нужно думать об учебе о том чтобы развиваться как духовно так и как в плане творчества Вот а потом уже когда у меня уже ну как бы образуется какое-то мышление я уже могу буду состоять как человек Я тогда уже буду задумываться об отношениях но точно не сейчас А ты вообще сама по себе влюбчивая девушка Сможет случиться так что ты Да Или что ей голову потеряешь Нет ну голову я никогда не типа не теряла еще потому что Ну как бы я очень влюбчивая я могу например увидеть кого-то и такая О да это она мне нужна Но только чтобы голову по мальчику терять то головы еще не было Данелия спасибо тебе большое и на самом деле ты действительно наша гордость сегодня Спасибо Мы очень счастливы что ты представляешь своим талантом нашу страну И я думаю скажу такую вещь что наверное ты действительно сегодня один из главных амбассадоров Казахстана в мире И это лучшее что могло наверное с нами случиться И я помню когда ты выступала на голосе Украины Дети и прозвучала такая фраза от жюри в том числе Что ты ребенок девочка поцелованная богом это действительно так Спасибо большое Поэтому пожалуйста пусть твои таланты я надеюсь будут только множиться И мы всей страной будем валить за тебя Спасибо огромное Ну а теперь настало еще время пару вопросов Несколько вопросов из рубрики скажем так Ответы на вопросы из нашего инстаграм телеканала КТК И вот такой вопрос у нас есть Как тебе удалось стать такой супер популярной? Есть ли какой-то секрет? Ну как секрета никакого нет Мне кажется что в большинстве случаев это везение Вот и все таки упорный труд Конечно я перед каждым конкурсом перед каждым выступлением занимаюсь упорно тружусь Вот но мне кажется у каждого человека есть возможность стать популярным Потому что у каждого человека есть талант Я не считаю себя прям особо популярной Вот но спасибо огромное что вы это считаете Главное трудиться постоянно развиваться в той сфере которая вам больше подходит как вы считаете И все будет классно Какое у Данели было самое незабываемое путешествие? Такой вопрос был Путешествие? Ну самое незабываемое путешествие всегда с семьей Потому что я всегда себя чувствую свободно и спокойно Вот и наверное вот когда мы выезжаем куда-то с семьей Это всегда надолго запоминается Может быть есть страна которая тебя восхитила? Вот когда я ездила в Америку Вот первый раз я была в Америке на The World Fest И вот тогда Америка мне просто поразила Потому что там люди себя чувствуют настолько свободно И вообще не важно вообще что кто о них думает Они спокойно могут одеваться так и хотят Без осуждения Да без осуждения никто никогда не скажет то что вот это не так Не надо так делать Вот поэтому я просто про жена не то что даже страной А людьми которые живут там Поэтому да Ну я помню твое восхищение их аптеками О да Просто офигенные аптеки Там можно найти все что вам нужно Я даже вот я тогда очень сильно увлекалась слаймами Это такие типа рисунны Вот и для них вот идеальный клей был Элмерс И я очень хотела и мечтала о таком клее И именно в аптеке когда мы случайно туда зашли Я встретила этот клей Вот поэтому я была восхищена этими аптеками Как раз следующий вопрос тоже был Какие твои увлечения чем ты занимаешься в свободное время И были слаймы раньше и были из резинок Я еще из резинок плела Да ты плела А сейчас что? У меня даже был целый ящик вот фигурок из резинок Сейчас в свободное время я учу танцевать в тиктоке И правда когда вот танцуешь постоянно у тебя как-то повышаются твои дэнс скиллы Я танцую, общаюсь с друзьями, гуляю Но сейчас вот я больше всего времени окладываю на вокал На развитие именно в вокальном плане Ты знаешь что некоторые пользователи наши писали что хотят назвать своих дочерей именем Данелии Да я видела что кто-то даже назвал это просто Это такая честь Я безумно Мне правда очень приятно слышать такое А что тебе еще пишут в твоих социальных сетях Вот на самом деле ты очень активна Ты практически отвечаешь наверное на все комментарии По крайней мере стараешься это делать Я не на все комментарии отвечаю Потому что некоторые просто не знаю как это видеть Вот но я на все какие-то интересные Когда меня спрашивают о чем-то я стараюсь отвечать В директе я все читаю все комментарии прочитываю А что пишут в директе в частном порядке Ну привет как дела Привет как дела Давай дружить Также говорят что я очень классно пою Вот И иногда скидывают как-то обработки моих фотографий Вот И потом я конечно же перехожу на их страницу и лайкаю Вот Но чаще всего вот привет как дела Ну я надеюсь что с хейтерами тебе еще не приходилось сталкиваться Ну Я Ну я очень рада тому что у меня практически нет хейтеров Вот Но недавно появился какой-то анти-аккаунт Вот Но это было смешно на самом деле И я была даже немного рада что у меня наконец-то появилось хоть что-то такое Вот Но почему-то его сейчас удалили Вот И стало скучно жить Да Стало скучно А в этих токи ты сказала что готовишь специальные номера и даже танцы Нет Ну типа там же выкладывают туда танцы под какие-то определенные треки Я просто учу и танцую Знаешь канал КТК тоже решил открыть свой тик ток И первым видео мы решили записать как раз танец с тобой Да Готовы помочь Спасибо большое что была здесь сегодня в нашей студии была настолько открытой и честной Конечно я не могу в завершении нашего разговора не попросить исполнить песню Я намного меньше самой малой легенды Но я намного больше чем девочка из ленты Я пришла сюда не ради всех аплодисментов Я пришла вам показать что я могу стать кем-то Больше чем твои лайки в инстаграм Кем-то побожнее голосов что в плейлистах Это что-то значимее строчек на листах И это не предел того какой я могу стать Я не слышу тех слов что означают стоп Все что позади мне говорит это не сон Не замечая тех кто мне говорят о том что Все победы в прошлом ведь мы еще рискнем Доказать обратное Не предать своей цели Я хочу сердцах разжигать огни Сделать шаг на свет Разрушать запрет Веру в свои силы это мой секрет Ô-о-о-о-о-о-о-о-о-о-а- 추х Uma Polski Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok